Следователи проверяют информацию об оказании небезопасных услуг и нарушении прав граждан в жилом доме по улице Александра Завидова, города Твери. Жители дома жалуются на неисправную систему отопления, в результате чего обросла льдом, газовая труба и входная дверь в подъезде дома. Кроме того, неисправна кровля крыши. У следствия имеется основание полагать, что в действиях работников, управляющих компанией, занимающихся обслуживанием указанного дома, усматриваются признаки преступления, предусмотренные в части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего мужчины в хищении рельсов весом почти 2,5 тонны с перегона между станциями Земцы и Жарковской Тверской области. Фигурант занимался обслуживанием этой железнодорожной линии и хорошо знал о демонтированных дефективных рельсах. Мужчина распилил рельсы на фрагменты и на грузовике с манипулятором отправил их в пункт приема металла. Однако в пути данный автомобиль попал в поле зрения сотрудников транспортной полиции. Похищенное изъято. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 15 января сотрудники Следственного комитета Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник – День образования ведомства. Только в Завожском международном следственном отделе по городу Твери в минувшем году находилось в производстве 237 дел, 16 из них в отношении несовершеннолетних. Об одном из таких преступлений мы рассказывали в патрульной службе. 29 декабря прошлого года следователям Завожского МСО предъявлено обвинение двоим 15-летним подросткам. Они обвиняются в жестоком убийстве 61-летнего мужчины в пролетарском районе Твери. Избивая несчастного битами, подростки снимали все на видео, чтобы выложить отчет о своих зверствах в соцсети. Суд избрал в отношении малолетних садистов меру пресечения в виде заключения под стражу. Именно следователь в подобных уголовных делах ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения. Только потом, после проведения предварительного расследования и утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направляется в суд. Таких за 2022 год в Завожском МСО было 70. 9 из них в отношении совершивших преступления подростков. Всего следователи Завожского межрайонного следственного отдела окончили производство 131 дела. Своих коллег я поздравляю с днем образования Следственного комитета России. Желаю слаженной и успешной работы, спокойной, но разнообразной и счастливой жизни. Будьте для семьи защитой, источником радости и вдохновения. Жители города Твери я хочу поздравить с наступившим 2023 годом. Пусть этот год станет для нас началом чего-то нового и прекрасного. Продолжение следует...